Члены международной преступной группы работали по устойчивой схеме. Транспортное средство приобретали в третьих странах. Через интернет идентификационные номера отправляли поддельникам, находящимся на территории государства ИАЕС. Те, в свою очередь, изготавливали поддельные свидетельства о регистрации и другие документы. И на основании этих документов на территории Кыргызской республики с участием некоторых должностных лиц государственной регистрационной службы данные транспортные средства ставились на учёт. При этом выдавались государственные регистрационные номера и свидетельства о регистрации транспортных средств. Имея на руках государственные номерные знаки и свидетельства о регистрации, машины беспрепятственно перемещались на территорию ИАЕС уже под видом товаров Союза. Согласно закону, весь транспорт, завезённый из третьих стран, должен регистрироваться в таможенной службе, пройти технический осмотр. В зависимости от мотора и года выпуска выплачиваются таможенные платежи. Избегая этих расходов, они делают поддельные декларации. Машины окольными путями регистрируют в ГРС. В ЕРПП зарегистрировано 113 материалов. Общая сумма нанесённого госбюджета ущерба составила 258,5 миллионов сомов. Материалы по выявленным фактам были переданы по последственности в ГСБ. Подобные коррупционные схемы ранее были выявлены и на ЖД. ГКНБ раскрыл факт вывода денежных средств с предприятия, а точнее теневые доходы при проведении госзакупок. Сотрудники службы выявили коррупционную схему и в госдирекции автодороги Бишкекош. Несмотря на созданные условия, армия чиновников буквально кормилась за счёт стратегической трассы.